Снег 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 Чего не понял? А? Какой Артемий? В смысле? Ты меня ещё с Артемием назвала? Да? Не знаю, приснилось наверное что-то Чего тебе там такое приснилось-то? Всё, Толя Да и вас спас Странно, даже на рессообщение никто не отвечает Владимир, я вам подарок прикатил Одна бабушка одолжила по системе каршеринга Конечно не ваш электрокар, но тоже экологически чистый транспорт Это лишнее, сейчас за мной из Москвы приедут или прилетят Только дозвонюсь до офиса Ой, слушай Никита, может мы вместе с Владимиром сразу полетим? Ну мы всё подписали, деньги упадут через пару дней Ну а пока можно с военкоматом начать договариваться Владимир, у вас же будет пара лишних мест в вертолёте? Громче пожалуйста Я говорю, пара лишних мест Да не ты, телевизор громче сделай Всё утро сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Проводят обыски в офисе инвестиционного фонда Global Ventures Сообщается о первых задержаниях сотрудников фонда Но до сих пор ничего не известно о местонахождении главы фонда Владимира Марченко Напоминаю, руководство фонда подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах при заключении госконтрактов Другим новостям Неожиданно А это что получается? Мы никуда не летим или что? Я не понимаю Артемий, помолчи Владимир, может вам поехать разобраться? Если это ошибка С теми, кто это сделал, разобраться будет не так просто Так, слушайте меня внимательно Во-первых, никто не должен знать, где я Во-вторых, здесь никто не должен знать, кто я Это понятно? Нет, подождите Мне ничего не понятно Мы с вами подписали договор Я уже маме позвонил, я в Москву хочу Вы нам денег должны, мне ипотеку надо закрыть Артемий, угомонись Знаешь что, Никит? Я задолбался тебя слушать Мы все делаем, как ты говоришь, мы до сих пор в заднице Все! Меня это достало С этого момента я сам буду решать, как мне отсюда выбираться А ты можешь дальше таскаться вот с этим Дай-ка пассатижи Привет! Привет, Дин! Как дела? Нормально, вот, ведра иду мыть, а у тебя? Тоже хорошо, жарко сегодня, да? Жара! Слышь ты, прогноз погоды Познатижи дашь? Да, извините, Алексей Иванович Ладно, увидимся Давай Дина! Твою налево! Можно поаккуратнее? Прешь, как слониха Ты, если отрастила себе прицеп, то пиши на нем занос один метр Не, ну че, я не прав что ли? Я ж не для того, чтобы обидеть, а чтобы обратить внимание на масштабы, так сказать Все равно некрасиво получилось Вы ее так, а я даже не заступился Ну и правильно сделал, а то тоже получил бы Просто она мне нравится, а теперь будет думать, что я мямля А то есть мямля, бабы таких не любят Бабам нравятся дрочуны Че, завял что ли? Давай так Она обратно как пойдет, я ее еще раз приложу А ты на меня буркни что-нибудь, только в пределах разумного Реабилитируем тебя Давайте, спасибо, а что буркнуть? Да, что хочешь Только не матерись Ну и мать не задевай, а то могу сорваться и бубен дать Угу Разговор есть Слушайте, я сейчас не в настроении разговаривать, давайте в другой раз Ну, другого раза у тебя, может, и не будет Ирка моя сегодня во сне твое имя сказала И что? Мало ли что ей снилось Я тебя прямо спрошу Трахал ее Знаете что? А если я скажу, что да? Что вы мне сделаете? Покалечите? Ну, давайте Может, это к лучшему Может, тогда меня домой отправят Трахал я вашу Юрку, понятно? Ну, давайте, сломайте мне что-нибудь Слава Богу, а ты уж подумал, что у вас было Алло, вы меня не слышите? Так я говорю, у нас было Не, брат, не правда это Если бы было, то бы до последнего молчала Тоже знаю, что убью Это ты меня просто провоцируешь Только непонятно зачем Рассказывай! Так, все мои счета заблокированы Мне нужны деньги, чтобы начать что-то делать Денег нет, но есть машина Значит, ее нужно продать Так, веди меня к машине Владимир, я понимаю, вам сейчас не до этого Но с нашим приложением все или еще нет? Если мы договорились, что я его куплю Значит, я его куплю сейчас другие приоритеты А? Едем к машине? Черт! Это полицейский? Нет, хуже, Маслов Так, что делать? Разворачиваемся? Спокойно он нас уже видел Как твое отчество, Александр? Давыдов! А что за пассажир у тебя такой? Откуда взялся? Александр, папа Никиты А я Маслов, полицейский, Никита По вам видно? По вам не очень Я домой хочу Я готов был уже руку сломать, чтобы меня по состоянию здоровья отпустили А что ты здесь так душа-то? Работаешь полчаса в день, все есть, красота вон какая Не служба, а курорт Для вас может быть А я привык жить в городе, у меня там мама, в конце концов Не, ну, мать, это святое Вот приехал сына провязать, как он тут Родине долг отдает, хотя вроде ничего не занимал у нее, да? Ну ладно, пап, товарищ Ленант, некогда слушать твои шутки, а я вот экскурсию провожу, поэтому поедем мы Поедем Стопэ, а давай-ка лучше я папе твоему деревню покажу, а ты давай иду в школу, ты же туда учителем приехал, а не экскурсоводом, правильно? Тебя там потеряли уже все Иди, иди, сынок, дома встретимся Да, сынок, не волнуйся Ладно, расти здесь как тюрьма, я тебе помогу на волю выбраться Как? Ну, как ты и собирался, только ломать надо по-человечески, чтоб не больно было и красиво срослось Я в тюрьме знаю, сколько людей в лазареты отправил, можно было турагентство открывать Пойдем со мной Где этот обрыв? Не вижу, на черта Дина идет, Алексей Иванович Готовься Смотри, не застрянь, Винни-Пух Обошла бы через улицу, а еще лучше обезжала, а заодно сбросишь хоть немного Ну, что встала? На мель, что ли, села? Да вы что, совсем уже оборзели, Алексей Иванович? И я, вообще-то, девушка! Выбирайте выражения, думаете, я ответить вам не могу? Ведете себя как урод А ты как корова Да вы что, совсем уже, что ли? Давай Водки дай Какая водка? Ты же не пьешь Водки дай, я сказал, две бутылки Туль, ты че? Случилось что? Не твое дело, давай шустрее А этот че? Че надо Что тут у вас? Так, симпатично, уютно Ну, оставайся тогда, раз уютно А что, мы уже на «ты» перешли? Хотя, правильно, мы же люди простые, да? Ну, ты, конечно, псиноупертый, преждо последнего, да? Не понял Зато я все понял Никакой ты ему не отец Ты бомжаро-реженый От тебя он кислом пахнет Ну, рассказывай, че там удумали? Зачем ты им нужен? Опять по-тихому свалить решили? Никакой я вам не бомжаро А кто ты, любитель сакануть штаны, чтоб согреться? Я… Я… Я просто не люблю это слово Ну, надо же, какие у нас нежные граждане, без определенного места жительства Давай, рассказывай, что делать должен был Просто мозолить вам глаза, вызывать жалость В какой-то момент прикинуться, что у меня приступ, а… А вы бы его отпустили Ну, людской, значит, Давид решили Все, загорай А где мой папа? Я теперь твой папа, гаденыш А! Я буду пороть тебя по-отцовски, раз ты по-другому не понимаешь За что? За то, что убежать от батьки удумал Дурака он из меня делает Расколол я бомжа твоего ряженого Какого бомжа? Вонючего! Которого ты заставил отцом своим прикинуться Вы же даже не похожи! У него рожа опухшая от синьки, а у тебя наглая, он мне все рассказал А куда вы этого бомжа дели? Клетку бросил мариноваться и тебя туда посажу, если по-другому перевоспитать не получится Снимай станы! Да хватит! Серега, пойдем там Толик Да подожди ты со своим Толиком, мне своего дурика воспитать надо Маслов, он убьет его Чего? Пойдем, по дороге все расскажу Маслов, я себя во сне не контролирую Да ты и наяву себя не контролируешь Головой надо было думать Да поняла я уже Слушай, а зачем он водку-то взял? Откуда я знаю? Чтобы убивать, наверное, не страшно было, а другому умирать Ирина, я так понимаю, Толя про венчание угомонился? Я их встретил с Артемием, так он про это дело даже и не заикнулся Да о чем он заикнулся? Да ни о чем не заикнулся, так кивнул и повел москвича куда-то Куда? Вон туда, к разрушенному дому А, наверное, они пошли дров собрать, у Толика в руках топор был Вонючий случай, бежим! Смочил полотенце? Склади ручку сюда Вот так, ну а теперь смотри в штаны не намочи Готов? А-а-а-а-а Не трогай его! Тебя за убийство помол не дадут! Толя, у нас с ним всего пару раз было. Он не виноват, я сама. Не понял? Ну, что ты не понял? Ну, гульнула баба, с кем не бывает. Прости топор. Анатолий, я не виноват. Я вообще не хотела. Она сама, вы же слышали? Братан, погоди, я с тобой! Блин, Дина теперь, наверное, думает, что я вообще лошар. Да не только лошар, а ты еще и тормоз. Может, поможете, Алексей Иванович? Все-таки ваши вещи. Алексей Иванович помог тебе уже один раз. Теперь неделю вонять будет. Стирай давай. Денис, а ты что делаешь? А я... вещи стираю Алексею Ивановичу. Так, ну-ка, брось. Да что с вами? Вы что думаете, что если наш начальник, то вам все можно? Меня унижаете, Дениса припахали. Он что, вам раб? А ты что стоишь, ответить не можешь? Могу, конечно. Знаете что, Алексей Иванович? Меня это достало. Сами стирайте свои тряпки. И скажите спасибо, что я не сорвалась, когда вы Дину обзывали. Я не набил вам рожи только потому, что вы старше меня. Ясно? Ясно. Еще раз я что-нибудь услышу, я вас закопаю. Понял. Смотри у меня. Я с тобой не шучу, твою мать. Пойдем, Дин. Я тебя провожу. Ты же домой? Да. Серега, Сережа, Серега, ну че там? Как Толян-то? Короче, расклад такой. Толян ночует сегодня у меня, буду проводить с ним сеанс алкотерапии. Собака, только хотел печеночке дать отдохнуть. Ну что он хоть говорит-то? Да ничего он не говорит. И ничего не делает, слава богу. А то бы уж поминали тебя с твоим причесанным. Это, давай завязывай с ним от греха подальше. С ним все, Серега. Короче, я погнал, ты давай огородами. И самое главное, ружье держи при себе. А то он развязался, непонятно чего от него ожидать. Товарищ лейтенант, остановитесь, пожалуйста, меня укачивает. Меня сошнить может. Некогда. Вы что, отец Александр, к начальнику, что ли, своему торопитесь? На таран летите. Это ты куда, Маслов, торопишься? Ты должен быть примером. А ты лихачишь, как полоумный. Что, выпил? Да в город мне срочняк надо, он бомжа одного оформить. Какого бомжа? Долго рассказывать. Сейчас оформлю в бомжеприемник. Мне он здесь не нужен. Все, погнал. Погоди, тебе не нужен. Может, мне пригодится. У меня строительство в храме еле-еле ползет. Давай, я тебе заберу его. Ему крыша над головой, а мне лишние руки. Ну, если, конечно, он верующий. Верующий? Очень? Вот, видел. Ну, не знаю. Мне сейчас, конечно, вообще его тащить некогда. Своих делов хватает. Молодец. Молодец, Никита. Это было крутое, нестандартное решение. То, что нужно на первое время. Здесь меня даже искать никто не будет. Да-да-да, есть один нюанс. Нам нужно будет потом отцу Александру купить кое-какие стройматериалы. Там доски, пара мешков штукатурки. Купим. Купим потом. Сейчас на это денег нет. Да, мы просто договорились. Я подумал, может, ваши часы продадим. За штукатурку? Они стоят десять тысяч евро. Так, это, от меня штукатурку. Значит, так, запоминай. Камаз щебня, десять кубов песка и кирпич, который я покажу. Один вопрос. Вы помните, что алчность – это грех? Так. По моим часам Маслов еще не спит. Пойду, добегу. Спокойно. Договоримся. Надо было его сразу на место поставить. А еще лучше в рожу разок дать. Ну ладно, это и так перебор. Он вообще-то старше тебя. Но я от тебя не ожидала. Ты такой молодец. Да ладно. Но если кто-то про тебя будет что-то говорить, ты сразу ко мне. Я разберусь. Ну ладно. До завтра. До завтра. Дениска, ты куда? Тебе же в другую сторону. Не надо, Алексей Иванович. Как это не надо? Ты же смелый. Ты же Алексею Ивановичу в рожу обещал дать. Вы же знаете, почему я так сказал. Знаю. Но ты немного перестарался. Извините. Я тебе говорил, мать не задевать. Не надо, Алексей Иванович. Не надо. Стой, собака! В лунном сиянии снег серебрится. Вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Динь-динь-динь-динь-динь-динь, колокольчик звенит. Этот звон, этот звук много мне говорит. В лунном сиянии ранней весною помнились встречи, друг мой с тобою.